Открытая лектория С российским военно-историческим обществом, которое называется «Открытая лектория». В ходе этого проекта мы надеемся, что здесь, в стенах исторического музея, мы организуем встречи с писателями, политиками, общественными деятелями и обсудим насущные интересные вопросы. Я очень благодарен, что на открытие лектория согласился принять участие Владимир Владимирович Мединский, министр культуры, представитель российского военно-исторического общества. Историк, доктор исторических наук и автор целой серии произведений, посвященной российской истории. Это, наверное, не секрет в том, что на сегодняшний день общий тираж его работ, посвященный достаточно интересным и острым вопросам истории нашей страны, достиг одного миллиона экземпляров. И я считаю, что это, наверное, какое-то определенное предначертание того, что миллионным изданием была его книга «Война, мифы СССР 1939-1945 год». Это, наверное, символично о том, что именно дату 70-летия Победы, а мы отмечаем эту дату в течение всего года, вот выбор пал на эту книгу. Я думаю, что нас ждет очень интересный и очень продуктивный разговор. Но перед тем, как передать слова Владимиру Славовичу, я хотел бы представить слово вице-президенту Российского Книжного Союза Муслиму Ильясу Балатовичу. Уважаемые друзья, у меня есть диплом Российского Книжного Союза за подписью Сергея Вадимовича Пашкина. Я бы хотел зачитать наш диплом и за что он вручается Владимиру Славовичу. За инициативы, направленные на поддержку российского книгоиздания, в частности, организации проведения Года литературы России в 2015 году. А также неутомимую пропаганду активного изучения истории нашей страны и выпуск миллионного тиража книги по исторической тематике. От себя лично могу сказать, что я Владимира Славовича знаю по предыдущей работе. Могу сказать, что к человеку относится действительно постулат «талантливый человек, талантливый во всем». И в исполнительной власти мы его знали как очень талантливого человека. Сегодня и в законодательной власти, и в исполнительной власти сегодня. И также книги, которые он пишет, я не знаю, они читаются очень легко. Они на любой круг и молодых, и пожилых, и любого уровня развития людей рассчитаны. И не случайно сегодня мы константируем тот факт, в то время, когда действительно есть проблема с отчтением, не случайно мы очень этому много посвящаем, книга издается миллионным тиражом. Это огромный успех. Хочу вам позвать, Владимира Славович, дальнейших успехов. Вы очень талантливы, и мы ждем от вас новых произведений. От издательства «Он и Медиа Групп» слово представляется Иванову Дмитрию Николаевичу. Дорогие друзья, уже было сказано, что по совокупному тиражу буквально в конце сентября пришли экземпляры из типографии миллионного экземпляра. Вот это альбом «Война 1939-1941 годов». Это именно миллионный экземпляр совокупного тиража книг, изданных на историческую тему Владимира Славовича Медынского. И я, соответственно, хочу ему и вручить его же миллионный экземпляр. И еще от издательства хотел бы вручить почетный диплом лидеру исторического книгоиздания. Награждается Мединский Владимир Васильевич на основании следующих достижений. Абсолютный рекорд по тиражам для издания исторической тематики. Один миллион экземпляров с 2007 года. Максимальное количество переизданий и дополнительных тиражей. С этого же 2007 года 110 тиражей. Поздравляю, Владимир Васильевич. Как издатель я достаточно сильно сожалею, что государственная служба отрывает Владимира Славовича от писательского труда. И хотел бы пожелать, что второй миллионный экземпляр был быстрее, чем первый. А, соответственно, пожелать ему желания и возможности писать, писать и писать и радовать нас своими новыми книгами. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. Я хотел бы очень поблагодарить, во-первых, естественное издательство и Российский книжный союз. Спасибо большое. Но у нас есть официальный повод для встречи. Это серия лекций об истории и литературе, которую придумал Исторический музей. Мне кажется, это прекрасное место для того, чтобы поговорить о нашей истории. Я очень польщен, что мне предложили эту серию открыть. Я понимаю, что в какой-то степени меня используют в рекламных целях. Но, с другой стороны, мне это тоже очень приятно. Поэтому это замечательная идея. И я вижу, что здесь довольно много молодых лиц, поэтому мы можем построить наш разговор так свободно. Я предлагаю, у меня какие-то наброски. Я сделаю небольшое вступление, а потом перейдем в режим вопросов и ответов. Общий регламент у нас, я так понимаю, где-то, ну, час пятнадцать. Да мы вообще-то сказали, что до девяти часов мы работаем. Ну, хорошо, ладно. Нет, я думаю так, мы сделаем две серии, можем сделать две серии, потому что кто-то торопится, тут телевидение, камеры. Поэтому мы сделаем такой час пятнадцать, а потом, если там совершеннейшие фанаты истории останутся, человек пять-десять, то я готов говорить здесь отдельно, потому что я уже все. Я сказал, что в министерстве меня не ждали сегодня. Ну, да, маленькое вступление. Я действительно какое-то время назад начал писать книги по истории по причине такой банальной, знаете, накипело. Вот молодежи здесь много, поднимите, пожалуйста, руку. Кто видел, вот кто видел в этом году вышел фильм с Брэдом Питтом «Ярость»? Довольно много, спасибо. Хорошее кино. Я считаю, хорошее кино. Правильно сделанное хорошее кино. Замечательные актеры, замечательная постановка, замечательная идея, национальный характер настоящего американца, который никогда не сдается. История только... В ней есть один нюанс. Это история, конечно, выдуманная. Это такая фантастика. Конечно, много прототипов на войне было. В том числе и у союзников было много замечательных героев. Но только вот такой конкретной истории не было. Она придумана талантливыми сценаристами. А кто из вас видел художественный фильм про лейтенанта Колобанова? Как это называется? «Русская ярость». Кто-нибудь видел? Не видели? Потому что нет такого кино. А история есть. В августе 1941 года, когда немцы перли с огромной скоростью на Москву, на Ленинград, на Киев, танковая рота лейтенанта Колобанова, которому было 20 с кепкой лет, в составе аж 5 танков КВ, рота это 5 танков, во главе с танком самого Колобанова, заняло по оборону в районе Гатчина. Он там так удачно расставил танки, с учетом рельефа местности, что устроил засаду. И в эту засаду попало большое количество германских войск. За один день боев, без остановки, танковая рота Колобанова уничтожила, сожгла 43 немецких танков. А сам лейтенант Колобанов лично 22 танков уничтожил за один день. Брэд Питт, как вы понимаете, с фильмом «Ярость», там даже рядом не стоял. Но такого кино у нас нет. Лейтенанта Колобанова написали рапорт о присвоении ему звания Героя Советского Союза, но поскольку мы отступали, героев давали очень редко, вообще практически не давали в то время. Поэтому ему дали орден Красного Знамени, и как-то потихоньку это все забылось. И вот мы снимаем кино, снимали раньше, раньше снимали кино, там, например, такой замечательный фильм «Штрафбат». Видел его кто-нибудь? Вот, видите, тоже много. Но я вам скажу, что так по секрету, что фильм, в принципе, он основан на правде. То есть, правда в том, что мы воевали с немцами. То есть, там, не с марсианами, а с немцами. Это в фильме полностью соответствует исторической правде. По большому счету, все остальное детали, все остальное является авторским вымыслом. Количество лжи, нестыковок, полной ахинеи зашкаливает просто с... Или вот, например, фильм «Сволочи». То есть, тоже такой был замечательный о войне. Он даже получил какие-то призы у нас. Снимался тоже прикос поддержки. Вот. Фильм очень интересный. Значит, там в нашей спецшколе НКВД детей, там, в возрасте 12-13 лет, готовят к смертнике. Их должны забрасывать в немецкий тыл, и там они должны взрывать себя вместе с особо ценными, особо важными немецкими военными объектами. Ну, вот такие мы, ребята. Ведь детей легко забросить со взросчаткой, там, и со спецзаданием через линию фронта. А все для фронта, все для победы. Берия, конечно, был жестокий человек, но он до такого не додумался, чтобы детьми взрывать немецкие объекты. Это делали немцы. В немецких школах, контролируемых Абпером, наших детей, там, промывали им мозги, в основном использовали, к несчастью, детей и больных, и специализированных детских учреждений, и потом забрасывали к нам через линию фронта, чтобы они участвовали в диверсионных актах. Ну, например, там, детям говорили так, в городе Затемнение, в Ленинграде, во время осады, вот, говорит, ты помнишь, говорит, вот там такой был район, где ты жил вместе с мамой? Да, говорит, помню, там, военные склады с артиллерией. Вот, а бомбить неудобно, потому что Затемнение. Ты, говорит, вот в такое-то время должен подойти, когда будильничек прозвенит, и две ракеты из ракетницы в воздух выпустить. А мама к тебе прилетит на парашюте, мы ее к тебе высадим. Ребенок шел, несчастный, так сказать, там, малахольный, ну, и ракетницы выпускал. А сверху бомбы летели в этот момент по сигналу, откуда ракетница. Этим занимались немцы. Однако в фантазии наших отдельных авторов преступления нацистов были приписаны нашим. Я не говорю, что это что-то особое из ряда вон выходящее. Просто вот была такая тенденция в 90-е годы, так было принято. Как бы покаяться, посыпать голову пеплом, приписать себе преступления фашистов. И как бы исподволь подзабыть о том, чем и кому мы обязаны тем, что мы живем. Определенная отрыжка этого происходит и сегодня, когда мы слышим с вами высказывать на тему 28 героев-панфиловцев, которых не было, который, оказывается, сталинский миф. Когда мы слышим о том, что «Молодая гвардия», вот первый канал показал сериал про «Молодую гвардию», тут же появились публикации в интернете. Да какая там «Молодая гвардия», господи, да это все, все вранье, не было. Олег Кашевой – предатель. Мы уточнили. Ну, про Зою Господемьянскую рассказывать нечего, она, понятно, что немецкая подстилка. Гастелло промахнулся, Лалихин протаранил не того, кого надо. Вот. Александр Матросов поскользнулся. Вот эта вот такая червоточина, она на каком-то этапе жизни на меня просто достала. Я решил написать книгу, где просто попытаться разобраться и полемизировать с общепринятыми, я вынужден сказать, либеральными. Это неправильное слово. Красивое, святое, очень хорошее слово «либеральное». Оно у нас почему-то в контексте СМИ немного ассоциируется не с теми людьми и не с теми идеями. Ну, вот такой уже штамп сложился, вот пополемизировать с некоторыми, назову их так, псевдолиберальными мифами об истории Второй мировой войны. И получилась книга «Война», вот которую мне, спасибо, здесь презентовали миллионный экземпляр. Совершенно неожиданно выяснилось, что это многим интересно, книги хорошо продавались, это вызвало большую общественную дискуссию. Опять же, там первый канал снял как сериал документальный на каком-то этапе, довольно интересный. И, в общем, есть о чем поспорить. Я считаю, что это очень здорово, что эти книги нашли отклик в сердцах и вызывают у людей интерес к теме. Это касается не только мифов о Великой Отечественной войне, это касается и там в целом мифологии русской истории. Вы знаете, чтобы немножко отойти от грустного и перейти к более временам глубокой древности. Вот я всегда читаю некоторых наших замечательных публицистов, авторов. Ну, понятно, ведь это все наследие, вот то, что мы имеем в России, там, канализация там прорвало, а это понятно. Это у нас наследие старого, так сказать, режима. Это еще у нас рабство в крови со времен Орды. Вот как Орда всю Русь, так сказать, перепахала, так и нет больше России. Вот как Борис Акунин написал, любопытнейшую пишет историю, историю российского государства, такой прямой вызов к Рамзину. Вот там до Орды была хорошая Русь, такая настоящая, киевская, почти Европа. Потом раз Орда все, Азия. Вот я все жду с нетерпением продолжение, просто интересно, как эта Азия будет пытаться, так сказать, что-то из себя создать, каким... Ведь по три русского найдешь татарина, как известно, да, у них так говорят. Наследие татарского прошлого, рабского. Никто почему-то не говорит, что будет, если потереть татарина, понимаете. А при этом вот я думаю, вы знаете, ну хорошо, ладно. Орда там, ужас, кошмар. Ну вот вроде после Орды уже все, вроде как Россия встала с колен и начала худо-бедно как-то самостийно развиваться. Мудрилась создать самое большое государство в мире, самую большую страну. И после всех катаклизмов 91-го года мы по-прежнему самая большая страна в мире. Удивилась создать удивительную культуру, потрясающую. Великую литературу, музыку, науку, искусство. Ну это все, наверное, как бы, конечно, сказывались ордынские гены татарские, мешали. Но вот все-таки кое-как получилось. Ну если мы возьмем так конец Орды реальный со времен Сергия Радонежского, вот когда уже де-факто Русь стала суверенной, вот после Сергия Радонежского. Сколько получается лет у нас? Почти 700, да? Ну где-то да, 650 вот так. Мы 700-летие Сергия Радонежского отмечали только в прошлом году. Вы мне скажите, вы мне много стран назовете, которые имеют 600 с лишним лет непрерывного суверенного развития? Суверенного-то означает, что они никогда никому не сдавались. Не капитулировали, не расчленялись на 10 государств, не собирались снова. Ну давайте, назовите. 600 лет. Тест. Ну историю в школе-училище, некоторые даже в институте учат. Ну какие еще страны имеют 600 лет истории? Османская империя, да, хорошая баба, только где Османская империя? Потому что по сегодняшний день, чтобы эта страна жила. По сегодня. Нет, так я вам еще Византию вспомню. Нет. Китай. Надо сильно ковыряться в этом. Не совсем, не совсем. Китай собирался из разных стран, нескольких. Маньчжурия? Маньчжурии сейчас нет. Да, Маньчжурия. Потом там Япония. Китай, конечно, отрицает то, что они теряли суверенитет во время Второй мировой войны. Нет, никак. Ну еще. Ну вот я вам, я вот так в лед можно назвать Великобритания. Какая Италия? Здрасте, Италии 150 лет. Вы что? Гарибальти. Да. Гарибальти. Все. До этого никакой Италии не было. Италия была кто только ей не правил, включая викингов и норманов. Так. И Папская область еще вспомните. Так. Италия. Швейцария? Ну надо посмотреть историю Швейцарии. Не, ну она теряла суверенитет во время наполеоновских войн. Теряла. Италия. А, то есть Великобритания. Дальше. Франция. Здрасте. Майя 40-го года. Какая Франция? Вы что? Еще 870-е. Да, еще 870-е. Ну там была не капитуляция. Ну тоже было очень неприятно. Надо порыться. Вот мне кажется, что Швеция надо посмотреть. Все-таки Швеция, она много раз трансформировалась. Она была то великой европейской державой, то менее великой европейской державой. Но мне кажется, все-таки суверенитет она не теряла, Швеция. Может быть, чуть покороче только историю у нее, чем у нас. Наверное, Таиланд. Наверное, Таиланд. Удивительная страна, которая действительно никогда не была колонией. Надо опять же проанализировать преемственность власти в Таиланде. Ну как дальше-то? Чего? Нет, понятно, что мы самые плохие. Понятно, что кровавый режим. Сначала кровавая Орда, потом кровавый режим Ивана Грозного, Петра, преступления царизма, большевизма. И по сей день все ужасно. Сравнивать-то не с кем, друзья мои. Потому что такая у нас история. Действительно, на самом деле, великая история. И страна, которая собрана из лоскутков, из маленького московского княжества.